Здравствуйте, уважаемые граждане, уважаемые представители масс-медиа. Последний год после прихода к власти ПАС представители власти очень часто хвастаются достижениями в области защиты прав женщин и в области реформирования юстиции. Более того, буквально на прошлой неделе мы видели, как председатель парламента господин Гроссу представлял вопрос о защите прав женщин в румынском парламенте. В обществе до сих пор возникает вопрос, почему именно Гроссу поехал представлять женщин молдавских в парламенте румынском, но тем не менее факт остается налицо. На словах представителей власти у нас выступают ярыми защитниками женщин, но по факту, к большому сожалению, мы наблюдаем обратный процесс. Мы наблюдаем очень часто на многих заседаниях парламента вопрос, когда господин Гроссу позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес женщин депутатов парламента. Более того, в последнее время он начал высказываться ложной информацией, обвинениями в преступлениях в отношении депутатов женщин. В этом отношении я решила посмотреть, насколько же у нас реформирована юстиция, и приняла для себя решение, и подала в суд на Игоря Гроссу, на его заявления, которые идут с нарушением норм морали и всех принципов. Я абсолютно уверена, что представители масс-медиа и общественность сможет убедиться, насколько у нас в Молдове по факту исполняются те обещания, которые были даны представителями власти. Более того, уважаемые граждане, я абсолютно точно считаю, что люди, которые совершают преступления, обязательно должны быть наказаны. И в этом отношении я знаю точно, что господин Гроссу смотрит все брифинги и все обращения. Хочу предложить ему быть более смелым и обратиться по тем заявлениям, которые были адресованы мне, обратиться с доносом в прокуратуру, для того, чтобы мы все и молдавская общественность могла убедиться в том, что преступники в республике Молдова наказываются. В обратном случае, если господин Гроссу откажется сделать донос в прокуратуру, это будет значить два варианта. Первое. Либо господин Гроссу политический импотент, так как, имея все рычаги власти, в том числе и силовые, он не предотвращает преступления, и это в том числе одна из форм соучастия, или он просто мелкий пустослов, который не может ничего хорошего предложить людям, и поэтому занимается очернением и ложными высказаниями в адрес представителей оппозиции. Я абсолютно уверена, что господин Гроссу, когда говорит, должен научиться и отвечать за свои слова. В этом отношении еще раз призываю председателя парламента сделать этот шаг и написать донос на меня в прокуратуру. Спасибо всем за внимание.